Когда вот сейчас начал читать очередной раз, ну давненько не читал, не самая частая книга, я заметил, что там очень много про запахи. Заметили? Пахнешь там этими яблоками, сады пахнут, ароматы, как это, как то. То есть запах, оказывается, тоже имеет значение в духовном мире. Но сегодня не о запахах, а продолжение прошлой темы. Кто помнит воскреснение? Лёва, а ты помнишь, про что было? Да, молодец. Время, да? Время. Мы говорили 24 старца, как 24 часа в сутках. Хотя, конечно, можно сказать, что в библейские времена, возможно, не было такого времени исчисления, как 24 часа, минуты, секунды. Но с другой стороны, откуда мы знаем, какое было? Официальной истории верить очень сложно. Там столько вранья всякого про эти миллионы лет костям и так далее. Поэтому вполне возможно, что мы и половины не знаем того, что знали люди в то время. Если они могли построить башню высотой до небес, значит, у них были технологии для этого. Потому что просто навалить кирпичей, оно рухнет. Это надо было инженерная мысль. Вот как по мосту Крымскому едешь и понимаешь, там не просто натаскали бетона и залили. Там надо было рассчитать очень много. Ковчег построить, это же тоже нужно было инструменты какие-то хотя бы. Он же не топором это вытясывал, но эти балки. Рассчитать. Там же это все сложная ситуация. Грузить, поднимать, соединять, чтобы он не протекал, чтобы всем хватило места. Поэтому мы, я просто уверен, половины не знаем того, что знали те люди. И нам кажется, они жили в каком-то там первобытном вообще, чуть ли не в шкурах и в пещерах, и на кострах готовили. Но на самом деле все может быть намного иначе, чем кажется. Сейчас, когда была молитва, вот эта хвала и молитва, знаете, я увидел кузничные меха. Вот эти вот, знаете, а для чего, вот Рома, ты кузнецом был, для чего они нужны? Чтобы повысить температуру. То есть просто горение, слишком маленькая температура, просто горение. И чтобы переплавить какие-то металлы, нужно повышать температуру. И они нагнетают воздух, вот как турбина в машине. И в этот момент, когда туда врывается поток воздуха, струя, вот этот руах, гал-гал, температура поднимается очень сильно, и вот идет эта переплавка, выплавление. Поэтому усиленная молитва, это вот как раз вот об этом, как кузнечные меха, которые поднимают температуру, чтобы выжигать и выплавлять эти примеси. Песня Песней, 3 глава, 7 стих. Вот одар его, Соломона, 60 сильных вокруг него. Из сильных израилевых. Все они держат по мечу, опытны в бою. У каждого меч при бедре его ради страха ночного. Совершенно как бы случайно после служения воскресного я начинаю читать книгу Песни Песней и нахожу 60 сильных вокруг одара Соломонова. Что это для вас? Вот на часы посмотрите. 60 сильных – это и часы, и минуты, и секунды. То есть, если 24 старца – это как столпы, это часы, то 60 – это что-то более быстрое, более короткое, более такое живое, живое, текущее. Вот у меня секундная стрелка. Каждое мгновение – тух, 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 60. 60 сильных вокруг чего? Вокруг Соломона, одара Соломона. Соломон – это символ мудрости. Потому что это то, чем он вошел в историю, то, чего он просил у Бога, и то, чем Бог его благословил. То есть, вокруг мудрости находятся 60 бодрствующих с мечом сильных воинов. Что интересно, сколько было сильных у Давида? 30. Ну, вообще-то 37, но в основном фигурирует 30. Помните, он был знатнее тех 30, то есть 30. У Соломона 60, то есть умножение в два раза. Это нормально, когда идет в поколениях усиление мудрости. И хотя Давид, он все-таки больше не о мудрости, а о переживаниях, о близости, вот сердце, да, вот это вот такое вот на интуитивном уровне, когда Павел говорит, я невежда в слове, может быть, но не в познании. Я практик, я опытный. Я, может, не знаю, как называется деталь, но я знаю, как ее поставить и заставить работать. То Соломон – это мудрость. И это Ефесянам 3.10. Это сердце и суть всего. Дабы ныне соделалась известной через церковь, начальством и властям на небесах, многоразличная премудрость Божья. Пока все еще жду, когда в церкви начнут об этом проповедовать, где-нибудь бы услышать. Потому что это вечная цель Божья для его творения. Там описано в третьей главе Ефесянам. Предвечное определение. Вот Ефесянам 3.10. То, что было определено до того, как что-то было сотворено. Но к этому, видимо, еще растем. Так вот, если смотреть на это местописание с этой стороны, что «Одар мудрости» и вокруг него 60 сильных. Притча 8 глава. Вот уже мудрость. Здесь сама премудрость говорит. Вы знаете, что в оригинале нету никаких слов «премудрость» или «там просто есть мудрость». «Премудрость» перевели на русский, чтобы показать, что это не просто какая-то мудрость обычная. Это Божья, превосходная. Притча, значит, 8 глава. Здесь сама мудрость говорит о себе. В стих 34. «Блажень человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих». То есть это перекликается с песней песней. «Блажень человек, который слушает меня, бодрствуя». Так вот, 60, в отличие от 24, это бодрствование. То есть если от часа к часу мы можем очень сильно меняться, то есть, ну, знаете, вот я в час дня в одном состоянии, в три часа дня я в другом уже. То 60 – это когда ты просто каждую секунду на страже. Ты не можешь расслабиться, уйти и поспать или отдохнуть. «И на страже у дверей моих». Здесь написано «ради страха ночного», то есть потому что ночью нужна защита и охрана. Иными словами, всякая мудрость будет атакована. Если не бодрствовать, она будет похищена, уничтожена, забрана. Многим людям Бог мудрость дает, пути мудрости. Но мало кто по ним идет, потому что приходит враг и вышибает с этих путей. А почему? Не бодрствует. Чем больше бодрствования, тем весомее, властнее и мудрость, которая является через человека. Соломон – это царь, Соломон – это священство, то есть это символ царственного священства, он построил храм. Соломон, о Соломоне Бог тоже очень много чего говорил. Бог дал ему, доверил ему свою мудрость. Так вот, именно войны охраняют мудрость, охраняют это царственное священство. И без воинского духа людей вышибает враг очень легко с этих путей. То есть, как это происходит? Я получаю какое-то откровение от Бога, как мне жить, и как мне прийти в его совершенную волю, и, скажем так, победить то, 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 и оказаться там, где я должен оказаться. Я встаю на этот путь и с радостью начинаю по нему идти. Но начинаются атаки и вышибают меня с этих путей. И я не дохожу до цели. Тот же, кто бодрствует, проходит этот путь и попадает в совершенную волю Божьей. В этом и разница. Слабые и сильные люди. Слабые сдаются, сильные прут дальше. Как это на практике? Сейчас постараюсь очень практично рассказывать. Чем враг вышибает? Вот я получил откровение. Я взывал к Богу, что мне делать? Как мне попасть, выйти из этой ситуации, попасть в плохое, как бы проклятие, не важно что, грех, болезнь, обстоятельства, которые угнетают. И как мне попасть в твою совершенную волю, где праведность, мир и радость в Духе Святом. Я получаю откровение, направление и начинаю идти по нему. Но приходят сомнения, приходят неудачи какие-то, поражения. И через это враг говорит, ну что ты попробовал, не работает. Все, заканчивай. И опустил руки. Бодрствовать на страже этой мудрости, значит, воинственно, это не просто какие-то ребята, это 60 сильных, 60 воинов с мечом. При бедре, то есть не где-то меч, он на готове. Это значит верой воинственно ходить в этой мудрости вопреки обстоятельствам. Вопреки тому, что чувствую, слышу и вижу. Я знаю то, куда мне Господь сказал идти и что делать. И я буду идти или сдохну на этом пути, или дойду. Вот что значит бодрствовать. А враг колет, смотри, не работает. Смотри, не получается. Смотри, не то. А, все, хватит, напейся, пойди там куда-то, забейся. Ради страха ночного. И вот теперь к самому интересному. Вот так, я же так и не открыл. Все они держат по мечу, опытны в бою. У каждого меч при бедре его ради страха ночного. Чем отличается ночь от дня? Вот недавно, Ксюша, ты рассказывала, что ты в час ночи оказалась в парке. И были мысли, что кто-то там подстережет, кто-то. Почему? В то же время, в час дня, ты идешь по парку, и никаких мыслей не возникает таких. Ночь – это время, вот смотрите, в нашей жизни. Естественно, это не физическая ночь или день. Ночь – это время, когда то, что во свете днем происходило и давалось легко, становится очень затруднительным. Когда то, что ты побеждал, не задумываясь, становится почти непреодолимым. То есть то, что днем мы делаем легко, вот так вот, просто не замечая, ночью становится тяжелым, сложным. Почти непреодолимым. То есть какие-то искушения, проблемы, атаки ты преодолевал легко, я же себя знаю, как я это переношу. И вдруг эти же самые вещи начинают меня убивать на ровном месте. Это значит, мы попали в период ночи, духовной ночи. Потому что день и ночь, написано, будут до конца эти сезоны сменяться. Ночь – это территория колдовства. Что делает колдовство? Она делает человека, ну, как сказать, апатия приходит, желание сдаться. Насморок возник в носу, и ты уже на Бога готов хулу произнести. То, что он тебя от насморка не защитил. А раньше там, может, онкологию перешагивал и побеждал. То есть вот такие вот вещи – это колдовство, оно действует так. Это ночь. Ночь – это время колдовства. И колдовство – это культура падшего человека. Это то, где вот эти все духовные мероправители, как рыбы, в воде живут. И мы, попадая в эту воду, попадаем в чужую среду. Но мы должны туда принести свет. Сейчас об этом. Чем отличаются победы, одержанные днем, от побед, одержанных ночью? То есть, когда я на коне, когда я чувствую себя сильным таким, мощным, стойким. И вот приходит искушение, я так делаю. Иду дальше. Радость приносит, правда? Когда ты вот в таком вот ходишь. Эх, лев. Это приносит радость. То есть, когда мы в десятером побили двоих, ну, все равно радость от этого есть. Мы им дали вот это, им дали, этим бесам. То есть, нас было десять или пятьдесят нас было. Пятьдесят было. А врагов двое. И мы их отпинали. Идем такие радостные. Вспоминаю самую такую, наверное, яркую драку в школе, когда я еще. Когда где-то поссорились какие-то две компании, договорили, знаете, стрелку забивали подраться, разобраться. Вы своих приводите, мы своих. И нас собралось человек шестьдесят. Я такой толпыней. Это как армия шла. Как там милиция с арматурами, с дубинами. И мы там тоже, что же, местные. А их двенадцать. И вот мы пришли, эти сидят. И они когда увидели такую орду татаро-монголскую, конечно, что их побили сильно. Ну что, они ничего не могли. И мы шли такие, вот это мы им дали. Конечно, шестьдесят против двенадцати. То есть победы, одержанные днем, приносят радость. Но победы, одержанные ночью, приносят славу. Когда вдвоем побили десятерых. Когда вдвоем побили пятьдесят. О-о-о, вот это уже другой разговор. Это уже не радость, извините, это слава. И об этом будут слагать легенды. То есть когда, вот я где-то записал, чем меньше шансов на победу, тем больше шансов на славу Божью. То есть днем мы, в принципе, преодолеваем легко все. Но эти победы не приносят славы. Они дают немножечко радости, какого-то подъема, восторга. Да, где-то было искушение, ты отказался. Где-то что-то раз ты получил исцеление. Или где-то победил что-то. Или не среагировал на грубость какую-то. Неважно. Но ночью, ночью, когда все против тебя. Когда даже, ну, просто шансов, ты думаешь, нету на победу, и ты побеждаешь, это слава приходит Божья. Победные ночью. Вот евреям, 11 глава, там они описаны эти, помните, прогоняли полки чужих, угошали силу огня. А сильные Давида, вот это, вот та ситуация. Когда один встал и сберег поле, помните? И бил мечом так, что рука прилипла к мечу. Когда Ванея вышел против огромного великана, этого египтянина, и убил его. Когда Давид побил Голиафа, это приносит славу. Саул победил тысячи, а Давид десятки. Это слава. То есть, когда мы с тысячу побеждаем пятьсот, ну, закономерно. Но когда мы с тремя сотнями воинов, как Гедеон, побеждаем, сколько там, тридцать тысяч, или сколько их, сто двадцать тысяч их, по-моему, было. Триста воинов, триста вот этих спартанцев, наверное, оттуда родилось потом. Победили, неважно как, они победили. То, где шансов вообще не было. Это слава Божья. Поэтому, если вы видите, что никаких шансов на победу, значит, все шансы на Божью славу. Победы ночью, я ночью в кавычках буду говорить, вот в это время, победы, а мы будем проходить не только день, но и ночь. Победы ночью умудряют тебя и запечатывают тебя в мудрость. Это становится частью тебя, а не просто приятным переживанием. То, что нам дается легко, вот победы днем, они пришли и ушли, мы не изменились при этом. Но когда мы проходим вот эти вот ночные битвы и побеждаем, бодрствуя, днем бодрствовать не надо, ночью надо бодрствовать. Сильные вокруг одра Соломона, вокруг мудрости ради страха ночного, потому что ночью враг выходит на охоту. Ночь – это его территория. И когда врага бьют на его территорию, это победа. Давид говорит, я преследую врагов моих и не возвращаюсь, пока не истреблю их. Не просто прогнать их со своего участка, а догнать. И Давид говорит, когда лев уносил овечку, я догонял его. И бил его на его территории. То есть убить льва из ружья. Круто. Красивая фотография будет. Но у льва шансов не было. Убить льва, как Давид, руками – это слава. Это слава. Или как Самсон. И покушать меда потом. Из льва. Такие победы именно ночью меняют твой характер. Характер менять тяжелее всего у человека. Есть люди, о которых мы говорим, ой, этот никогда не изменится. Почему он не меняет? Он сдается постоянно. Вот и не меняется. Он постоянно сдается. Опускает руки. Но именно ночные победы меняют не просто делать мудрее. Характер меняют. Отношения, мышления, состав меняют. Вы помните, я был очень худым? Худым помните был? 70 килограмм дошел до такого состояния. Особенно с постами нашими. Ух! И я уже помню, что вес гитары был, мне некомфортно было. Тяжело было держать гитару. Я уже когда 70, заболел. Почки опустились от этой худощавости. Я потом пошел заниматься. Я занимался, занимался. Я обвесил уже 107 или 110, самый максимум был. И я, естественно, я колол химию, чтобы набрать этот вес. Я ел много. И вот где-то года три это было вот такая вот и выступал на соревнованиях. И потом я тренеру говорю, я как бы не хочу больше. Так. Мне этот вес лишний мешает. И выступать я больше не буду. Но я боюсь похудеть. Я не хочу опять, чтобы почки опустились. И знаете, что он сказал? Ты уже никогда не похудеешь. Потому что состав твой изменился. Из-за упражнения, отчасти немножко химии. Ты изменил ДНК. Ну как бы вот состав. Ты уже никогда не похудеешь до того состояния. Потому что вот как есть люди, они склонные к полноте. Они не стараются, а грузные, толстые. А есть склонные к худощавости. Так вот, можно это изменить. Да, я сейчас вот вешу там около 90, и мне комфортно. Я не хочу больше весить. Честно скажу. Меньше нельзя. Но я не стараюсь этот вес как-то всеми правдами и неправдами удерживать. Он стоит сам на месте. 88, 90 и все. И никуда не девается. То есть, меняется характер, меняется состав наш внутренний. Не в этом ли Божья слава, когда, помните, кто-то сказал, что такое посрамление врага? Это когда ты подходишь и забираешь у него ключи от его же машины и уезжаешь на ней. Но это твоя машина на самом деле была. Поэтому именно ночные победы становятся реализацией Ефесянам 3.10 и входят в вечность. В вечность. Сейчас хочу немножечко глубины дать. Чувствую свидетельство, что можно это сделать. Немножечко глубины. В Библии фигурирует такая цифра 30, 60 и 100 крат. Помните? Там это притча о сеятеле, семя. И вот иное приносит 30, иное 60, иное 100 крат. Так вот, что я вижу? Как мне открыто? Мы немножечко мистики в изучении Писания. Мы не изучаем его таким академическим способом, знаете, сверить все значения греческого с евритом, соотнести. Тоже неплохое дело, но мы исследуем духом Писания. И Дух Святой открывает вещи. Так вот, мне открыто так. Вы знаете, что мы все были в вечности до того, как пришли сюда в форме ребенка. Молодец, Рома, пять баллов. Мы все были в вечности, в Боге. Человек – вечное существо. У нас появились просто тела. Мы попали во время. Но он вдохнул дыхание, и появилась личность, душа. Стал человек душой живой. Но мы, как личности, были в Боге. Но почему это так неопределенно? Я не помню себя там в Боге. Вот честно сказать. Но периодически бывает какое-то дежавю. Как будто бы ты что-то знал и вспомнил это. То есть как будто бы вот я получаю откровение, а у меня чувство, что я просто это забыл и вспомнил. Это не было что-то совершенно новое. Так вот откуда я это помнил? Вот оттуда, из вечности. Это во мне было. Просто здесь они разблокируются. Unlock. Потом что с человеком происходит? Он попадает в земную реальность, как мы сейчас проходим. И всем людям положено однажды умереть, кроме Рэба Юзыка. Он сказал, что не умрет. Ну еще несколько есть у него единомышленников. Но в основном большинство умрет. И после смерти человек входит в третий этап своей жизни. То есть первый этап до попадания во время, то есть вечное. Второй этап временный. И третий этап опять вечный. И я верю, что 30, 60 и 100 вот они где. То есть до того, как мы попали сюда, мы были лишь 30% от того, кто мы можем, кто мы есть. для этого мы были помещены во время. И здесь, ведь действительно ангелы сюда желают приникнуть. Ведь если бы там было совершение, мы бы никогда во временное и бы не попали. Тут масса вопросов. А для чего? А зачем? А что так сложно? Надо. И здесь человек раскрывается еще больше. И скажем так, человек живущего времени совершеннее человека, который еще в вечности не был рожден. И перейдя границу, мы можем быть на 100% войти. То есть между тем, кто мы до времени и после, разница огромная. То, во что мы и именно на эти земные наши негоразды проблемы, падения, борьба, несчастье, слезы, все это ради того, чтобы потом войти. Это все меха, которые раздуваются и переплавляют, испытывают, меняют нас. Каким-то образом мы не могли находясь в самом Боге в вечности познать его, так как можем сделать здесь в этом несовершенном казалось бы к мире. Чтобы войти в вечность полностью раскрытыми. Полный взаимообмен и синхронизация с отцом через его сына. Иешуа, находясь в вечности, не мог стать искупителем и священником по чину Милхиседека. Только придя на землю, пройдя земную жизнь, крест, смерть и воскресенье, он стал священником по чину Милхиседека. Он удостоился, чтобы перед ним склонилась всякая колена. Он стал, он усовершился. Написано, усовершившись, стал виновником спасения вечного. Поэтому, что мы делаем здесь? Мы усовершаемся, но это лишь все равно часть от того, что приготовлено. бездна. кто знает, что после ста у Господа блокировок каких-то границ нет, бездна. Но он не так открыто. 30, это до вечности, до того, как мы родились. 60, это то, что дано. Опять же, естественно, мы не все используем все, что дано. Но здесь уже наш выбор. Придя в вечность, никто из нас не скажет. Я не знал. Это мой был выбор. Один горит, раздувает эти меха и говорит, Господь, подай, подай, руах, больше температуры. Выплавляется из мозгов вот этот все шлак. И он ходит, и лицо сияет, как у Моисея. А кто-то с кустой, ну, пыхтеть, больно же, жжет. А можно только днем жить. В принципе, можно. Но тогда, войдя в вечность, поздно будет кусать локти. Когда пророк Божий Рик Джойнер увидел эту картину, он описывает, что это состояние людей, осознавши, что они, я не побоюсь этого слова и повторять его буду снова, просрали свою жизнь, ничем не лучше тех, кто в ад пошел. Те, кому много было дано, а они нифига не использовали, там был плач и скрежет зубов от до сознания того, как сильно ты промазал. А грех это и есть промах мимо цели. Они спасенные, безусловно. остались там, где остались. Ну и буду заканчивать. Именно ночные победы становятся реализацией Эфесянам 3.10 и входят в вечность. Наши временные победы днем легкие. Они только здесь котируются. Я говорил это много раз, но ведь нету в нашей жизни случайности. Ну нету. Все ситуации, в которые мы с вами попадали и попадаем и будем попадать нужны. Нужны. в историю входят вот такие победы, когда двое побеждают десятерых. Это входит в вечность, это слава. Только слава может запечатлеть в вечности что-либо. Слышите? Только слава может запечатлеть в вечности что-либо. Все остальное останется во временном. А слава является именно вот так вот ночью. И для того, чтобы она являлась, нужно 60 сильных, нужно бодрствовать, нужно переть дальше. Заканчиваю я Исаия 40 глава. Тоже пророчество еще раз подчеркивающее о чем сегодня шло речь. Глаз вопиющего в пустыне приготовьте путь Господу, приготовьте путь, приготовьте, значит пути нет, приготовьте путь. Прямым сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол, то есть яма, да, наполнится, гора и холм понизятся, кривизны выпрямятся, неровные пути сделаются гладкими и явится слава Господня. И узрит всякая плоть спасения Божья. Так вот, победы днем, это когда ты идешь по проторенному кем-то пути. Там, где уже наполнили долы и выпрямили кривизны, понизили горы, а ты просто идешь, это вот благодать, это вот аллилуйя, радость неизреченная. Просто купаешься, потому что кто-то прошел там. Победы ночью, это когда ты пробиваешь путь. Это когда тебе приходится наполнять долы, понижать горы, выпрямлять кривизны, прежде всего в себе самом и в том, что вокруг по итогу. И этот путь превосходнее. Что такое ночь? Ночь это долины смертной тени, ночь это долины плача. Написано, что люди есть проходящие долинами плача, они открывают в них источники. И живая вода оращает эти мертвые места. Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла. Твой жезл и твой посох, они успокоят меня. Вот почему нам и дано проходить, потому что 30, 60 и должно быть 100 на выходе. 100. Джекпот. Никогда не выигрывал, я особо не играю, но я представляю, какая радость сорвать джекпот, когда ты взял 100 возможностей, то есть все, что возможно. Ты завоевал все медали, какие только ты мог завоевать. Бронзовая медаль нормально, лучше, чем ничего. Говорит, идеи нам близки первым лучшие куски, а вторым он все выверил, вытешение дадут кости с ливером. Помните песню Высоцкого? То есть со стороны человека, что он первый рвут там, а мы свое получим, кости с ливером у нас обеспечен. Медаль, медаль, ну бронзовая, ну медаль, а у кого-то вообще нет, но золото высшая степень. Ух, вот это сильно. Окей, молимся. Отец, ты нам сказал, так бегите, чтобы получить, не просто добежать, не просто что-то, а так бегите, чтобы получить лучшее, воздерживаясь, усмиряя и порабощая себя и так далее. Мы молимся, Отец, чтобы это поколение славы вошло в такое посвящение, где будет только золото, где целью не будет никакой посредственности, никаких утешительных призов, но первое, лучшее для славы твоей. И даже если придется проходить долины смертной тени, долины плача, долины Иосифата, проходить их достойно и приносить туда свет, развивая весь максимум твоего потенциала, вложенного в Екклесию, в церковь. Дуй руах, раздувай эти угли, раздувай этот огонь в церкви, так, чтобы премудрость Божья являлась через нас, так же, как в жизни Иова, так же, как в жизни апостолов твоих, вопреки обстоятельствам, являлась твоя слава, несущая спасение, так, чтобы принести много плода и войти в город воротами. Услышав от тебя хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего. Мы любим тебя и мы поклоняемся тебе, Господь. Мы благословляем всех сильных воинов, которые сегодня стоят на страже, которые бодрствуют с оружием своим, которые отвергли суету и посредственность и вошли насколько могут в это посвящение тебе жажда твоей славы, радикальная жажда твоей славы больше, чем что-либо да наполнит твою церковь Господь. Слава тебе наш Господь, слава тебе наш Искупитель. Аллилуйя флара блар и машин да катекея Аллилуйя Вспомнилась эта цитата сейчас в конце апостольская церковь состоит из людей. То есть мы сейчас говорим как сделать чтобы церковь стала апостольской. Нужны ли только апостолы? Но апостольская церковь это не там где есть апостолы. апостольская церковь состоит из людей для которых главным стимулом и принципом и в жизни и в служении является только одно радикальная и совершенная жажда Божьей славы. Когда это захватит нас нам будет легко проходить. Помните как ребята были порицанием вызывали на бой тех кто сильнее их. Такая храбрость такая смелость и отвага. Когда Давид он против филистимлянина шел и он просто раздражил его своим видом одним. В меньшинстве без шансов на победу и они идут и побеждают. Это слава. Эта слава запечатывает в вечность все произошедшее. Аминь. стих как-то я его отметил но не знаю он тоже как-то помилеет отношения может потому что другой включил. Как-то обратил внимание в 89 псалме это псалом молитва Моисея. Такой стих кто знает силу гнева твоего и ярость твою по мере страха твоего. И вот следующий стих научи нас исчислять дни наши что грам реалистись и отцы мудрые. Ну как бы это связано получается определенная пропорциональность получается есть страха Божьего и силы его гнева и ярости. И я подумал вообще как это связано а потом Моисей он два раза по 40 дней был на горе и весь Израиль он в трепете был от того что происходило а Моисей он был там с Богом непосредственно в эпицентре всего происходящего то есть он знает силу гнева и ярости потому что для Израиля это вот так выглядело для Моисея слава Божья открывалась и потом свет лица его так съел что ему приходилось укрывать себя чтобы Израиль в страхе не мог смотреть на Моисея то есть есть определенная пропорциональность и дальше там написано обратись Господи мы милостились над рабами твоими да грана насытина с милостью твоей будем рады то есть вознесили нас одни которые ты поражал нас или та в которой мы видели бедствие ты про Иова сейчас вспомнил то же то есть его что он не адресовал это дьявол то что происходило он конкретно с Богом это он он понимал что он с Богом не разговаривал про эти вопросы и то что он приобрел через это и Бог его и возвеселил и славу дал ему потому что следующий стих да явится на рабах твоих дело твоя и на сына твоих слава твоя то есть как следствие то есть мы проходим какие-то испытания мы происходим может быть где-то где-то ярость божью и гнев уже в какой-то мере да через это умножая страх то есть какие-то процессы которые потом являют славу уваждают его славу для нас и еще один вот этот стих мудрый ходит в город сильных и на них проверяет крепость на которую они надеялись это вот из этого тоже то есть где слава открывается зачастую крепость не берут штурму потому что это просто силой грубой силой ее очень дорого и только мудрость она может действительно дать правильно приобрести взять эту крепость и зачастую это ночью происходит что интересно про взятие крепостей она сама мудрость видимо у нее есть корни она не такая я не понимаю интересно куча уже не хотела она в тему несколько слов тоже знаете вот все часто мы вот Юра говорит что есть кто у кого-то получится кто-то сдается ну а истина в том что это для всех нас что понятно что кто-то сдается но цель-то чтобы не сдались цель-то чтобы не сдались цель чтобы да почему снова и снова да возвещается цель чтобы да даже если ты 10 раз сдался, вставай и иди опять, вот это, да, ну не сдавайся интересно, мы вот молились когда, и вот представьте что иногда мы где-то думаем, что это где-то будет происходить, а это происходит постоянно там, где мы живем вот в нашей жизни, где бы мы мы вот молились сейчас, вот это вытеснение вот этого, да, и мне такая история ярко вспомнилась, вот где мы живем там, ну в пятиэтажке и там вот этот первый этаж цокольный сразу, вот прям бульвар Франко, и он прям вот они заняли так красивый бигборд, есть там точка, наливайка а это типа как элитная наливайка там все красиво, но цель одно двухло там, и получилось так, что эти владельцы, которые все заняли, такую активность начали и, ну у нас там места мало, и вот я на этой маленькой реношке, у них Мерседесы в два раза точно больше вот это самый большой Мерседес, который вот, и мы с ними начали пересекаться, и они как бы так приедут, бросят там ну а я молчать не буду, я пошел вот эту наливайку, зашел и там вот это все, я говорю, она не будет здесь работать я говорю, она не будет здесь работать короче, у меня до того с ними зашло что они не хотели там выпускать, ну как бы вели себя чуть-чуть так это я им тоже что-то говорил, они уже все ФСБ хотели на меня вызывать потом помирились, вроде нормально, но они, у них магазин вообще не пошло это, они обанкротились там обанкротились, потом они полмагазина вывезли этого алкоголя какого-то добавили чипсы, мипсы там что-то, ну по концовке они съехали оттуда и он пустой и я понимаю, что вот да, иногда вот да, эффективная молитва когда ты там, где ты где ты есть, ты в этом участвуешь да, ты как вот ну соль, тебе чуть-чуть есть там соли, ты можешь там, ну как бы и вот смотрите, чуть-чуть то, что я хотел сказать Господь, Он не шедший, Он же есть и восшедший и вот эти вот ночи, о чем Юра говорил я вот видел в таком свете что Бог, Он проводит нас через какие-то низменные места ну у меня было откровение, как яма вот Иосиф, как в яму то есть, такое как бы одно из определений что Бог торжествует только в премудрости своей вот, вот, вот только в премудрости да, вот как Юра говорил, я как бы подчеркиваю это потому что, ну, где там, ну, все нормально, да то есть, там нету торжества но Бог торжествует то есть, что делает? Он помещает человека туда в яму, где ничего нет где ничего нет возможности и так интересно, что, понимаете когда вот эти стесненные ночью или вот в яме ты можешь черпать только из из тьмы из глубины, из Бога ты можешь черпать настоящую премудрость настоящий свет и Бог, Он, не сшедший и вошедший он, то есть, получается Он погружает нас вот в эту тьму но Он становится камнем скалой внутри нас которая вот эта скала она вырастает из этой ямы то есть, человека вроде бы погрузили во тьму, но оттуда начинает подниматься скала которая вот, ну, в сердце с Богом, которая наполняет всю землю ну, вы это знаете, это истина что Он наполняет всю землю и все то есть, Он проводя через это нас становится вот этой скалой жизнь в свободе и триумфе над стихиями мира над начальствами и властями это как бы не только свобода, но это и ответственность Ефесянам, вот четвертая глава там говорится, что Он каждому дал долю в своем наследии понимаете? то есть, у каждого ну, то, о чем Юра говорит каждому дано и я когда сидел, я такой ну, я верю, что вот такое слово я услышал и кому-то это будет очень важно вот кто-то услышит и это будет очень важно я увидел как бы человека в жизни, у него происходят разные события и он ну, выходит из них но где-то в мыслях у него осталось что вот из каких-то как будто комнат он не сможет выйти это неправда он сможет выйти оттуда знаете, вот бывает в жизни там все так но где-то в голове засела мысль вот я вот, ну, я с этим останусь жить я не выйду из этого может какая-то там, знаете вот, это в голове что тут я справился но вот из этой комнаты как будто я не выйду это вот как будто яма в которую поместил Господь именно в эту яму где ты думаешь то есть ты и правда не можешь выйти оттуда потому что Господь тебя поднимет оттуда апостолы, они стали ниже всех они смирились, стали ниже всех чтобы быть выше всех то есть их Господь поднимает их выше всех в плену в яме в подземелье ты ограничена всего доступно но доступно нам бездна, богатства и премудрости и ведения и тайн Божьих ну, то, о чем говорил Юра, да что ты начинаешь поступать ты не знаешь, как жить и тут приходят откровения ты начинаешь ну, поступать потому что открывается а это нужна конечно смелость и продолжать наполнять все то есть, представляете вот Иосиф который был в яме вот так вот если посмотреть на его жизнь получается он Иосиф наполнил собой весь Египет он был раб но он стал князем да, вот и вот этот путь как бы вот путь как бы целый вот такое в конце слова прочитаю из-за 1 Коринфян 9 глава я помню, что это ну, последние стихи это мне папа мой написал на Новом Завете еще на водное крещение когда у меня было дарили Новый Завет там каждому какое-то местописание вот отсюда было но я чуть раньше начну 1 Коринфян 9 ну, оно как бы все оно можно 16 стих ибо если я благовестую то нечем не хвалиться потому что это необходимая обязанность моя и горе мне если не благовестую если делаю это добровольно то буду иметь награду а если не добровольно то исполняю только веренное мне служение за что же мне награда за то, что проповедуя Евангелие благовествую Христе безмездно не пользуясь моей властью в благовествовании ибо будучи свободен от всех я всем поработил себя дабы больше приобрести для иудеев я был как иудеи чтобы приобрести иудеев для подзаконных был как подзаконный чтобы приобрести подзаконных для чуждых законов как чуждый закон не будучи чужд закона пред Богом но подзаконен Христу чтобы приобрести чуждых законов Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Это же делают для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Те подвижники или спортсмены воздерживаются от всего для получения венца тленного, а мы не тленного. Поэтому я бегу не так, как бы на неверное. Бьюсь не так, чтобы просто бить воздух, то есть не просто делаю вид, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Так бегите. Как бежать? Так, чтобы получить награду. То есть это слова апостола, и они совершенно противоположны тому, что, говорит, не надо ничего напрягаться, все совершено, все сделано. Сам апостол говорит, бегите так, чтобы получить. Усмиряйте и порабощайте свое тело. То есть это стоит определенных усилий, и это не дается просто так. А все, что просто так дается, здесь и останется. Вот только то, что через усилия восхищает небесное царство. Аминь.